Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот там мужик идет, он ему крикнул, что-то рукой махнул вот так вот Ну я понял, пошел по дворам смотреть, и до самого проспекта дошел, нигде ничего нет Я сейчас возвращаюсь, и наши соседи прямо рядом, я открыл, гляжу там, в последнее время появился один кобель такой, высокий рост, и его все боятся И он в стороне сидит, я подошел, оказывается, та собака лежит мертвая, она такая стеснительная была, я все говорю, вот так вот И он около нее сидит, протаяло все, караулит ее мертвую, она сейчас лежит, я хотел тебе показать, что это могло быть? Хорошая собака такая ласковая, умная А? Ну не волки же задрали Понятия не имею А? Ну Игнать Игорьич, откуда я что знаю? Могли ли нет вот эти собаки? Не знаю Загрызьте насмерть собаку такую большую И тем более, эти кобели, главное, она, сука, как кобели, суку могли загрызть-то? Это я даже не слыхал такого Не знаю А другая собачка Я тоже не слыхал, я не специально Другая пестренькая собачонка, нога так подвисшая, как перекушенная Но это вопрос не столь сложный Я уже был там, его сапографировал, заснял, все Другой вопрос Как ты вчера проводил, Раиса-то, Николаевну? Да мы с Добуновым как? Он потом ее дальше-то повез Я-то раньше вышел Но она упертая Я ничего платить не буду Откуда платить-то, когда я отдал? Я отдал, кого платить-то? С нее кто спрашивал или еще? Что она придумала-то? Я заплатил за нее Я отдал Это мой ущерб Ей это не понравилось Все, что ее заподозрили в том, что она воровка Помните, как у вас одна тоже ходила И одна оставалась Ну, где вещи Ты что, говоришь, тут одна-то? А что вы думаете, что я воровка? А вы говорите, воровка И вот она ушла И это так же Я говорю, если вы, говорю, два года Вы же знали, что Ну, я уже рассказывал, что что повторяться Платили здесь, платили Там пришли, допустим, говорят А у вас не берут десятину Ну, а вы сюда пришли-то Вы же сейчас, Игнать Тихонович сказал, что Раз там не платили, надо отдать А не хочу отдавать Ну, раз не хочешь отдавать Тогда ты воровка Тогда ты нам не нужна Я ваши слова-то повторил И все Ну, и она обиделась Нелюбовь ей оказали, видать Заставили ее бабку Пенсия маленькая И все, мы теперь враги Наживая врага нового Но дело-то в том, что Она же обиделась Ну, Адыбунов, он Ну, говори Адыбунов, он, Игорь, говорит Я еще, когда она назад-то Просилась Я говорю, да с чего ради-то она У него было такое подозрение Что что-то тут не чисто У Игоря-то Ну То есть ей туда ходить К нам ходить Разница-то особая Но она, главное Так восторгалась Что вот, да там Вот так плохо А здесь так хорошо А потом здесь тоже плохо Ее не любят-то, понимаешь Вот в чем дело Ее не любят Там ее не любили И здесь ее А я-то думала Здесь, тут до конца Буду ходить А тут и здесь ее Давай И мы с Дубуновым-то Тоже давай вспоминать Да она постоянно Сидела на лавочке И постоянно роптала С ропота все начинается А она даже Это состояние свое И не помнит И в этом покаяния не было То есть она ушла Из общины пришла Как будто как, знаете Как, здрасте Как будто это вот Что-то такое Вот у нас Ну вот это вот Наша, как говорится Широта открытости Люди пользуются И Я считаю Платить десятину И Дубунов Игорь говорит Это святая обязанность Я говорит Вот мне сейчас Машину говорит Вот это На Патриоте На новом 700 тысяч машина Я говорит За нее еще не рассчитался Но десятину Говорит Уже плачу Говорит за нее Мне говорит Что Как Всегда-то Так И она Главное По писанию Доказывает Что платить Не надо Вот в чем Беда Вот что Самое страшное Это она С Никитиной И Женей Как зналось Она там Хватила Эту порцию Яда И та Наконец Заигралась Потеряла Полностью Потеряла Да Я это Почувствовал Я то Не просто Так же К ней подсел Я же После того Как вы На собрании Сказали У меня сразу Эта картина Сплыла То есть Она была В общине Давала Десятину Потом Два года Ее не было Но она Не в московской Патриархии была Ну от этого То суть Дела не меняется Вот Вот И главное За нее И внесли И все И недовольный человек А раз Вы за меня Десятину платите Я тогда К вам ходить Не буду Здорово Живет И давай На нас Главное У вас Только деньги Одни на уме Наши Давай обвинять А какие Обличи Мудрого А какие Деньги У нас На уме Где Она Увидит Что у нас Деньги На уме Как В чем Это Где Как Проявлялось У кого А вот Спроси Да Это 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 Просто Ну Схватили ее За руку Получается Я Сейчас Пересматривал Ролик Давай За два года Посчитаем Ой Нет Не надо Не надо Считать Ничего Не надо Не надо Я вообще К вам ходить Не буду Не надо Не надо Не надо Заблокировал Дьявол Десятину Отдавать Не надо У меня Пенсия Маленькая Дальше Она говорит У меня Все На лекарства Уходит Не трожьте Меня Я Давать Ничего Не буду Хорошо Раз у тебя Нет Мы тебе Поможем Мы за тебя Заплатим Оооо Все У меня Сразу Тут Сатана Этого Вообще Не ожидал Конечно Хода Выверта Но и Ольга Вчера Тоже Ворвала Смотрю Ролик Про Десятину И там Комментарии Пишут Театр Игнатия Лапкина Театр Что Это Мы Все Разыграли Все Это Театр Театр Начинается С вешалки А Какой Театр Бог Театр Он Режиссер Ну Театр Наверное Что Думает Что Все Это Действительно Получает Но Как Говорит Вор Говорит Вора Верить Издалека То Тот Говорит Что Не Платит А Котор Конечно А Она И Говорит Никто Не Платит Театр Тебе Только Вы Одни Спасетесь Ну Депут Ну Вы Сами Так Сказали Мы Значит Спасемся Мы Платим А Остальные Бог Судья Зачем Тебе Тебе Буду Платить И Мне Ничего Не Будет За Это То Веры Нет Никакой Вы Говорит Ерундой Занимаетесь Когда Вы Отошли Говорит Вы Занимаетесь Ерундой Я Жутко Ее Сатана Зацепил На Это Она Ж Как Слезы Я Для Нее Враг То Я За Руку Поймал Она Побежала Вам Жаловаться А Вы Вместо Того Чтобы За Нее Заступиться Да Ее Дальше Ее На Совесть Надавили Что За Нее Заплатили Она Ворует А Мы Вместо Нее Как Вы Выкупаем Конечно Ей Это Очень Тяжело Дальше Там И Она Постоянно С этими Соступниками Со всеми Знается И Как Будто Для Нее Да Мы С Игорем Проанализировали Говорит Молиться За нее Надо Я Не знаю Как Я Говорю Сестра Душа Твоя В Опасности Поэтому Говорю Как Что Ты Так Говоришь Ерундой Ничего Се Ерунда Я Говорю Ну Там Не платили Там Она Главное 250 Рублей Платит Допустим Каждый Месяц А пенсия Там 8000 Пусть Даже 6 То есть Она Должна Платить 600 Рублей А Платит 250 До Этого Она 600 Платила А тут Другой Перешла И Платит По 250 То Три Раза Меньше А Где Она Не платила Она Там Не Платила Она Что Там На Крышу Помогала Но Они Там Их У них Как Я Сейчас Не знаю Я Сейчас Маленько Обибаюсь Я туда съезжу Я хочу Прям Секретарем С этим Поговорить Вспомнят Она Что там У них За книга Прям Поговорит Душатая Секретаря Тоже В опасности Самого Священника И Лучше Конечно Был Этот ролик Тоже Выставить Потому Что Никто Десятину Не платит И Считают Что Не нужно Ее Платить Потому Что Попы Не Берут У них Оправдание А они Не Берут Что Я Буду Платить Ты Положи К ногам Да Уйди А почему Апостолы Не брали Десятину Ну ладно А почему Попы То Не берут Ты знаешь Да потому Что Это Крохи Если Десятина Идет То Торговля Не может Быть А поэтому Он с торговлей Берет В десятки Раз Больше Это Не за Крещение Ни за Что Нельзя Брать Десятина Все Покрывает Чистота И Порядок Тут Сорьба Идет Не С Десятина С Сатаной Понятно Вот я И хочу Продолжить Дальше Эту Тему Чтобы Люди Видели Что Я Хочу Заснять Эту Передачу Денег Приехать Герману Титову И сказать Вот Сестра Была В нашей Общине У нас Положено Платить Десятину Она Вернулась К нам Но Вот Эти Два Года Она Не Платила А Раз Вы Ее Исповедовали Прочищали Вот Это Ваша Господня Десятина Вам Принадлежит Посмотрите Его Реакцию Вот Может Быть Скрытой Камерой Это Чтобы Его Не Смущать У Володи Есть Там Камеры Скрытой Зачем Скрытой И Народу Это Показать Что Это Не Оправдание Если Поп Десятину Не Берет Ты Обязан Отдавать Дебунов Со Своей Мамой Так Воюет Я Со Своей Все Это Один И Тот Ж Дух А Никто Не Платит Поэтому И Мне Можно Все Воруют Я Буду Воровать Все Блудят Я Буду Блудить Никто Десятим Не Платит Я Не Буду Платить Что А Теперь Все Погибнут Что Ли Слово Боже Так И Тут Получается Разделение Одни В это Свято Верят Что Святая Десятина Надо Отдавать А Другие А Вось Проканает Не Может Бог Всех Погубить За То Что Они Десятину Не Платят Значит Что То В Писании Не Так Значит Что То Вы Не Так Понимаете И Начинают Выдумывать Что В Новом Завете Никто Не Требовал А Там Не Надо Как Вымогатели Какие То И И То Как Раньше Когда Писания Не Было Совесть Первична Была У Людей Совесть Подсказывала А Когда Совесть Сожжена Тогда Уже Законы Стали Вводить Писание Появилось Раз Ее Совесть Не Подсказывает Что Нужно Давать Было Десятину Да Она Спросила Берете У вас Десятину Или Нет Ей Там Объясили Уж Не Не 50 рублей Вмесяц Берут У нас Тоже Вмесяц Берут 50 рублей На Ну На крышу На ту же На дом Да Не на крышу На Отопление На Свет Кощегару На Отопление Она Берет Там Сама Тоже Это Не Десятина Нет Конечно Это Не Десятина И Дальше Там Дальше Идут У нее Слова А Люди В общине Ропщут Что Куда Теперь Эта Десятина Идет На Какие Цели Я Говорю А кто Ропщет Ну Она О Я Говорю Ну Вы Что Думаете Что Батюшка Куда То Ее Там Прокутил Проблудил Что Ли Съездил Там Промотал Да Хоть И Так Там Он Ездит Там Но Он Раз В год Ездит И Во Первых Ездит На Свои Что Теперь Его За Это Попрекать Нет Вот Это Тоже Надо А куда Ездит Они Накупили Продуктов В Донецку Везли Рисковали Жизнью Ты Посмотри Это В интернете А она Требует Ну Ей Показывает Игнати Тихонь Все Это Знает Я Все Это Знаю Что Она Не Одна Копейка Она Зря Потрачена Не Будет У нас Есть Благодарность От Петрополита Ростислава Когда Сгорел Храм Там В Томской Области Там Помогли В Белоруссии Храм Сгорел Туда Помогли А Сколько Мы Пожертвовали Когда Библейское Общество Было На Игнати Тихонич То есть Люди Которые Ходят В Московскую Патриархию У них И так Раз Я Помогаю Значит Я Десятину Давать Не Должна Я И так Плачу Будь Здоров Что Вы Еще Десятину Какую Свою Придумали А Мы Объясняем Нет Десятина Это Обязательно А Вот Помогать Не Помогать Это Уже Второй Вопрос А У них Все Перевернулось Раз Я Помогаю Там На Крышу Даю На Храм Даю А Вы Еще Десятину С Меня Какую Вы Совесть То Имеете Вроде Как Вот Так Вот Они И Плачет Все Все А Раз Вы Она Тебе Не Принадлежит Это Десятина Тут Другое Дело Тебя Обвиняют Что Ты Вышел Разговаривал Очень Грубо И Кричал На Нее Вот Тут Надо Разобраться Если Это Было Значит Нужно Внести Покаяние Видите Она Пришла Сильно Расстроенная Тут Пришлось Ее Утешать Говорить Каким Голосом Как Сказать Пожилой Человек Больной Тут Надо Смотреть За Этим Так Что Ты Приготовься Тебя Будут Обличать Здесь Кто Видел Это Дело Уже Ребятишки Даже Спрашивают А что Разве Дядя Сергей Он Разве Злой А почему Так Он С ней Говорил Мне Уже Сегодня Звонят Значит Один Человек Тебя Один Заведет Но Ты Против Него Не Согрешил Ее Нету Тут Маленько Не Так Получится Надо Чтобы Эту Претензию Она Тебе Высказала И Видно Если Ты Примирился С ней Вопрос Снят И Нет Значит Еще Будет Два Три Втроем Тебя Обрещат Не Покаешься Тогда Перед Все Общиной Тебя Будут Обрещать За Грубое Обращение С сестрой Вот Как Вопрос Стоит Поэтому Тебе Просто Необходимо Ее Увидеть И Привезти К себе На занятия Подумай Ты делал Правильно Ты говорил Ну как Она Здесь Кое-как Я Утешил Она Очень Обидчивая Действительно Где бы Какая Сплетень Была Она Там Она Всегда Такая Была Какие Отступники Не Появились Она Никого Не Слышит Она С ними Созванивается Говорит Распространяет Какие Бы Где Не Были Не Урядицы У Кого То Она Быстро Узнает И Везде Разносит Как Смотрите Кто бы Соблазнялся За кого Бы Я Не Воспламенялся Я вижу Сестра Соблазнена На Не Платить Я Воспламенился Не Против Нее Я Воспламенился Против Того Что Нарушается Заповедь Божия Нарушается Наш Устав Общины И Причем Оправдывается Это Священным Писанием Да Она Ничего Не Знает Писание Оправдывается Это Ей Вдолбили Там И все Она Была Сотступниками А им Разницы Нет Каким Путем Свернуть Мозги Дело В том Что Когда Она Принимала Крещение У нас Все Пишут О том Что Платит Десятину В стадии Оглашенного Даже То есть Она Теперь Против Собственной Своей Воли Идет Против Воли Своей Против Того Что Написала Заявление Если Она Сказала Я Против Десятину Я бы Дворы Это Свято-татцы Поэтому Я И Воспламенился Если Бо Она Допустим Не Знала Я Все У нее Конечно Прежде Чем Воспламениться Я У нее Но В общем Приготов Когда Вижу Что Она Священная Ну Я Готов Всегда На Свои Слово Как Вот С Батюшкой Было Тоже Обличило А Он На Меня И Ничего Не И И Допыт Знает Что Я По Любви Все Делаю А Ты Когда Поедешь Туда Куда Я Деньги Отдал Десять Тысяч Ты Когда Отвезешь Как Только Так Сразу Сейчас Маленько Простуда Пройдет Может Завтра Может Послезавтра Отвезу Найди Его От Отец Георгий И Надо Его Найти Мне Его Хотя Телефон Как Найти Где Он Не Будет Сидеть Найти Через Найти А Остальное Нас Не Касается Может Быть Володю Собой Взять С камерой Не Сделай Ну Если Сделайте То Пожалуйста У Нас Открыто Все Я Не знаю Еще Напас Это Это Открыто Можно Снимать У У У У У У Разговор Ну Открыто Вряд Л У 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 Договорились Отходи А вы Кричай Или Стой Так Ну Что Добрый День Мир Вам Игнатий Тихонович С Мир Мир Всей Потеряюки Спаси Христа Еще У У У У Темное Лицо Нельзя Осветить Как Нибудь Как В Темноте Сидишь Лицо Не Освещенное Зажги Какой Нибудь Свет Да Свет Хороший У меня Здесь Совершенно Темнота Черная Просто Ну Ка Маленько Зажги Там Настольную Лампу Ну Хоть Маленько Щеки Осветило Одна Щека Только Освещается И ухо Сильно Темное Совершенно Темное Себя Себя Хорошо Я вижу Здесь На Своей Камере Ну Не знаю Я Сейчас Разговаривал А вы Позвонили Мы там Прервали Разговор Попробуй Так Чтобы Осветить А то Глаза Не Видать Даже Еще Никак Может Мне Давайте Тогда Сейчас Давайте Тогда Прервем Я Сейчас Попробую Как Может Переместиться Потому Что У меня Лампа Здесь Хорошая Ну Сделай Так Давай Прерывай И Садись Туда Ладно